Здесь написано «Светогор». Это вилка, которая была изготовлена специально для ледокола «Светогор». Это его первое имя. Именно так до 1927 года называлось легендарное судно. Затем его переименовали в честь советского дипломата Леонида Красина, который вернул судно в Россию из Англии, где оно село на мель. В течение многих лет ледокол обеспечивал проводку судов и работу научных экспедиций. В годы Великой Отечественной войны Красин участвовал в конвоях, шедших по Северному морскому пути. Это единственное судно в России, участник полярных экспедиций. Эта заклепка является символом 1917 года. Именно в этом году был собран ледокол Красин. На сегодняшний день он является музеем. С основными историческими эпохами легенды Арктики можно ознакомиться на выставке «Ледокол Красин». Мы рассказываем вам основные исторические вехи, а дальше вы сами начинаете читать, начинаете изучать, начинаете смотреть и создаете свою историю ледокола Красин, которая вас увлекает. У каждого будет своя история Красина. А посмотреть на сам ледокол, приехать в Петербург, это, безусловно, прекрасно, но для того, чтобы узнать о ледоколе и полюбить его, не всегда обязательно. В 1928 году ледокол стал известен не только в СССР, но и во всем мире. За спасением арктической экспедиции итальянского исследователя Умберто Нобеля следили миллионы. Именно команда ледокола Красин сумел добраться и забрать на борт выживших членов научного отряда. Мало кто знает про Красина. Я как человек пожилой, я уже предполагал в свое время, что такие вещи нам, так сказать, втолковывались, и мы читали очень много об этом. Молодежь не успевает все это сделать, не потому что она не хочет, но просто не успевает это. Но такие варианты, такие шансы, как здесь, вот сделать целый зал, посвященный Красину, извините, все-таки это не северная столица, да, которая имеет и сам ледокол и все остальное, но тем не менее интерес большой, проявленный. Одним из главных экспонатов на выставке является барометр, ведь он на ледоколе с самого спуска на воду. Благодаря этому прибору Красину не раз удавалось выполнять свою задачу в бушующих морях и холодных льдах Арктики. По словам командира юнормейцев Софии, именно эта богатая история в деталях привела их сюда. Такие выставки, но они больше тянут к изучению истории нашей страны, что довольно важно, потому что историю забывать нельзя. И вот от того, что нам рассказывают, то, что в Петербурге есть и в других городах, как-то люди, мне кажется, начинают путешествовать из интереса и узнают еще больше чего-то нового, помимо той темы, к чему они приехали. Выставка будет работать до 8 октября. После Казани она отправится в Уфу. Из Канерги Малдинов, Адель Миндубаев, ТНВ, Казань.